Субтитры делал DimaTorzok Ну, у меня как бы, я не знаю, как это назвать, но, возможно, это, знаете, какое-то беспокойство. Ну, кто как примет, не знает. Ну, у меня вот о вас лично появилось такое волнение. Вот, я посмотрел ролик вот с этим, с Евгением Потеминым, да, вот, и как легко вы все-таки поддаетесь вот обольщениям. Я вот думаю, как вы вот по мытарству собираетесь идти, если вы всем верите и не отделяете правды от лжи. Вот позвонил Евгений Потемин, человек, не признающий символ веры, не верующий в Святую Троицу. Он именно тот человек, который не баптист, не католик, не православный, а просто вот христианин, знаете, как вот такие, просто вот христианин. Христианин не может быть ни православным, ни католиком. Понимаешь, православные, католики, там, баптисты, адвентисты, много-много сейчас и динаминации, и всего-всего. К этому надлежит быть. Это неплохо и нехорошо. Он признает себя Иоанном Крестителем. Вы можете сказать, что я Иоанн Креститель? Он ищет славу и учеников. Почему он говорит, что именно учение Игнатия нужно принять? И приняв учение Лапкина, именно учение Лапкина Игнатия Тихоновича надо принять. Это не так, как бы он сказал. Да, это его учение. Это учение Божие. Это дух Ильи говорит. Это говорит Иоанн Креститель. Крестит уже не в эту воду, как там, а уже крестит в воду, которая из чрева его идет. Потому что он выдумал свое учение и готов изрыгнуть его, понимаете. Вот он ищет учеников. В беседе он мне говорил, что Игнатий, ну у меня с ним была беседа. Но он записанный, я вам дам послушать. Он мне говорит, Игнатий не христианин, а фанатик. Дело в том, что Игнатий, он не христианин. Он, вот мое мнение о нем, он вообще как человек фанатичный во всем. Он фанатичный, чем бы он ни занимался. А православие, это православием он занимается, так же фанатично, как и изданием, там, комментариями. Вот сейчас реалити-шоу у него фактически в интернете с этими роликами, со съемками. У него очень много энергии. Вам говорит, что вы истинный христианин. И вот сейчас последнее время, если кто крестится в Иоанново крещение, а этот Иоанн, это сегодня в духе Ильи, это Игнатий. Он говорит, что вы хранимы Богом, кто бы вас попрали, там, порвали. А кто не храним? Разве Кураев сегодня не храним? Или монах вот этот Антоний Яков, который уже, я не знаю, лет 15, открыто патриарха садами, там, называет, что разве они не хранимы? Вот, понимаете, там идет сплошное обольщение. А учение, вот такое вот, даже учение. Я с ним пообщался, ну, три минуты ровно, я увидел, что это за человек. Почему вы этого не видите? Вот у него учение такое, ну, наверняка слышали, вот, что до Адама и Евы были еще народы. То есть Господь создавал до Адама и Евы народы, которые впоследствии превратили в животных, в крокодилов, там, в волков, в жирафов. Волки. А волки, кто такие волки вообще? Это же не серые волки с леса пришли. Там и волки, и крокодилы, и кого только нету. Вот, а остались люди еще, а тогда мы и Евы, вот часть людей. Ну, а они по духу, те-то по духу животные, а эти по духу, как бы, они божьи. Вот, то есть есть люди духовные, а есть такие животные. Все, что вы говорили, это близко, это духовно, и это должны знать все. Вот, слушайте, как его... А как вы собираетесь по вытаскивать, когда вам демоны начнут вот такие, эти, напевать дифирамбы? Я же ничего не отвечал, я слушал. Это первая встреча. Мне никак не прийти-то узнать. А как я могу узнать? Я его высушил, теперь еще... Почему? Я через пять минут, я уже узнал, что это за тип. Почему вы не узнали? Ну, вот теперь дальше-то что-то еще будет. Вот вы видели, допустим, с этим Михаилом. Я сижу, слушаю, целый счастливый. Здесь я тоже ни одного слова ему нигде ничего не сказал. Так, поэтому... Вот вчера он говорил, опять заходить, я говорю, по графику, через две недели только, и все. То есть у него еще один ролик будет, я тоже выставлю. Я благодарю, в первую очередь, благодарю вас за заботу, а во-вторых, что вы сказали, я это все знаю. Я слышал ваш разговор, который был, и в конце вашего разговора поставлю вам пятерку. Вы что думаете, я ничего не видел, не знаю, мне нужно до конца узнать. И при этом сказать, что человек этот навсегда пребудет в этом состоянии, у меня данных таких нет. А может именно для того и случилось, что вот такая встреча, чтобы начать работу с этим человеком. Значит, этот орешек, значит, для меня. Вот как нужно смотреть. Я ни с чем не соглашаюсь пока. Мне вот интересно, знаете, мы уже с Александром, с братом Сандрусенко, обсудили, как говорится, эту тему. Он тоже позвонил ему на своем разговоре. Ну как человек, мне он интересен. Я сегодня опять перезванивал ему, но у нас, в принципе, не состоялось разговора, потому что он хочет, чтобы я его слушал, а я, чтобы молчал. Ну, интересен вот такой вопрос. Я бы как бы вам его сейчас адресую. И что вы ответите на него? Вот он говорит, вот то, что я вам скажу, это, в принципе, это тайны. Будет тайна? Нет, нет тайны. Никаких тайн нет, у меня все выставляется в интернете, и это тролль. Так, вот опять переставить слабо. Он говорит, да. Еще раз повторю. Вот он говорит, то, что я вам буду говорить, это тайна. Он говорит. Вот. И у меня такой вопрос возникает. Есть еще такие тайны на земле, которые нам нужны для спасения, и сокрыты они? Есть такие тайны еще? Какие это тайны? В чем? Есть ли такие тайны на земле, которые нам нужны для спасения? Тайны для спасения? Не слыхал такого. У меня их никогда не было. Наоборот, идите и возвестите. Даже о грехах своих раньше была открыта исповедь. Я слышал такое. Приходили, у Яна Кронштадтского было. Купец стоит, прям в храме кричит. Я изнасиловал дочь свою. И плащет, и каятся. Вот так было в первой христианской церкви. Какие тайны-то? Больше всего грехов люди боятся. Вот я теперь еще раз повторю, брат. Какое дело? Он вышел на меня впервые. Но перед этим я прослушал вашу беседу от корки и до корки. Я вам ставлю в конце пять с плюсом. Вам понятно это? И теперь, когда он что-то говорит или не договаривает, я ничего не могу сказать, говорит или не договаривает. Он выйдет, и все будет видно. У меня к нему претензий никаких нет. Человек впервые пришел. Я узнаю его. Мысли, где добрые, у меня мгновенно они отсеиваются. Посмотрим, что будет. Мне нет никакой побудительной причины прервать с ним связь, и чтобы он не встречался. Никакой. Я о нем начал молиться. И что вы это говорите? Я ребятам, братьям сразу это все сказал вашими словами. У нас с вами единение, как глухонемые говорят, один к одному. То, что вы говорите, я это все им сказал. Володя, где Никита-то у нас ушел-то? Подтвердят, что именно так. И поэтому я ждал, что вы выйдете. Я говорю, Сергей должен это сказать. Выйдите, увидите, когда нашу беседу-то. Для меня это уже все открытым текстом было. Поэтому благодарю сердечно. И молитесь, чтобы дальше было как есть. У меня нет никакого основания его оттолкнуть и не разговаривать с ним. Но к вашему разговору я вернусь через какое-то время. Я его по частям, и вы мне там выделите, на что хотели бы сказать. Тут я начну тогда уже говорить. А если не так будет, жалко мне будет. Жалко. Это я вижу, в первую очередь, душа. Ах, какое у меня с ним родство. Златоуст говорит, большое. Один наш творец, один воздух, одна пища. То есть очень многое. Я, если общаюсь с кем-то, у меня впереди стоит одна цель. Привести его, если он не знает, по знанию всей истины, которую Бог открыл святым отцам. Он Библию знает. Свободно оперирует фразами. К месту говорит. Но дальше-то он знает или нет. Что каноны не признают, да, что троицу не признают. Я это узнал. И что вы прекратили разговаривать, я это тоже знаю. И здесь я тоже ставлю плюс. Но это другая ступень. Другой человек. И поэтому на этом основании вашего разговора я теперь все остальные выводы делаю. Так что, кроме благодарности, вам ничего нет. Но все это, что вы говорите, я уже обсудил с братьями. Мы уже знаем, о чем молиться. Я вот с братьями говорил, меня вот как раз и волнует вот то, что, почему людям, ну, хоть мы там и я там говорю, что вы там к людям относитесь, но все равно вот эта вот доброта ваша к людям расположение, как бывает, ну, часто не видите в людях вот то, что очевидно. Или вы покрываете это, я не знаю, как почему. Вижу я, Сергей, ну вижу, еще раз говорю, вижу я об этом беседую с братьями. Но я молчу и молюсь. Молитва сделает больше, чем слова. Вы беспокоитесь обо мне, это и понятно. Но то, что вы говорите, я это все с братьями обсудил уже. И сказал, как Сергей-то провел беседу-то, как все к месту-то было-то. И поэтому, ну, вы мне ничего здесь не сказали. Не думайте, что я такое-то запросто так поверил-то. Я молюсь. А верю или не верю, в конце выявится где-то. У меня против него ничего нету. И поэтому его расположением сегодня Господь воспользуется. Я ждал, что вы выйдете по этому ролику, когда ставил. Сергей обязательно должен выйти. Ты говоришь, не знал. Я знал, как события даже развиваться будут. Тут открытым текстом все. И что вы сказали и вышли. Но Сергей сейчас будет об эльгене говорить. Так и есть. Вот какое дело. Благодарю. Целую. Ну вот, я понимаю, допустим, о себе я понимаю. Я называю себя грешным-многогрешным. Ну, я для чего себя вот называю, допустим, многогрешным, да? Ну, я думаю, лучше называть себя многогрешным, чем искупленным и знающим то, что еще пока, допустим, никому не открыто. Ну, я буду лучше грешником последним, чем я себя буду называть этим, каким-то знающим человеком. Ну, я, в принципе, что, я ей это что-то хотел сказать, я сказал, но я понял вас. Так, я спрошу, господи, тоже по секрету. Ко мне заходил этот Бирюков-то. После наших бесед-то он ничего не изменился там, не ожесточился. Что-то давно его нету. Передайте ему лучший поклон, и мы все время молимся. И он включен у меня в список освященника, где я молюсь. Его давно не видно. Все ли ладно у него? Да, Игнат Ильич, все, слава Богу, нормально. Ну, как, мы все люди, знаете, мы с чем-то соглашаемся, что-то. Он сильно переживает то, что он говорит, хулит царя, вот он хулит. Хулит царя. Ну, я хулю царя, ну, от этого еще от тебя. Лучше или будет? Хулит, как хулит? Я говорю, хуже царя не было в России по-политическому. Но и лучше царя этого не было, когда пришел к смерти. Еще непонятно-то. Его еще не канонизировали, а я же ему молился. Еще тебе непонятно-то. Ну, нельзя так трапоретно сжатым мыслить. Я широкоэкранно, как говоришь, широким профилем смотрю. Ну, нельзя так вот. Вы, вот, и Осипов вообще не признает канонизацию. Ну, еще теперь нападать на него. Это его выбор. Я, допустим, понимаю это. Я вот смотрю на людей, допустим, на отца Сергия Дудина, там, вот, они говорят, что он хулит, там, этого, Серафима Саровского. Ну, а почему-то, почему-то, понимают, не доходят до людей, ну, то, что... Ну, хорошо, брат, я каждый день молюсь Серафиму Саровскому. Ну, а почему? Вот они видят только одну сторону монеты, а другую сторону почему не видят? Узость мышления сектантска. Они православные, они сектанты. Секта узость взгляда на истину. Вот он, Серафим, и никуда, в первую очередь, мощам не верю. Мощам, которые обрели что-то его мощи. Во-вторых, Серафим говорил так, стяжи двухмерно, спасутся тысячи. Это ложный постулат, нигде этого нет. Давид говорит, я мирен. Он говорит, мы должны верить. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Вот и весь ответ. Я говорю, что Серафим, он не знал вот этого вот. Вы чего из него Бога-то делаете-то? Я вопрос задаю. Скажите, почему, когда канонизационная комиссия была, ни один, ни один из архиереев не проголосовал за его канонизацию? Этот царь нажал и сказал, канонизировать. Почему? Зачем эту раскрутку делать? Канавка, не пройдет антихрист, да там какое было, атомное предприятие там. Глупостями занимаются. Профессор Владимир Филимонович Марстенковский говорил, вырви из сознания людей Евангелия. И на месте его выйдет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь. Вот что, они пытаются залатать это. Зачем это нужно? Почему они не отвечают по Библии? Торговля запрещена, есть сказ. Христос никого не наказывал, кроме торгующих в храме. Если торгуют в храме, храма нет. Есть дом торговли. А если хотите поточнее, вертеп разбойников с главным паханом в рясе или епископ Софрина. Вот где главный идол сидит. Зачем это нужно? Когда Христос никого пальцами не трогал, а торгашей, торгующих и покупающих одновременно. Я это понял. Они не поняли, но пусть торгуют. Я не торгую. По иконам пишут. Опять же, я смотрел занятия, были там Пупков, Сергей. Да и многие пишут вам на меня, там эти самые возводят, что я там торгую с попами. У меня ни с одним попом нет вообще никакой договоренности. Я через попов не продаю ничего. Да и в церквях продают иконы софринские у иконописцев. Маленько не понял, Сергей, переспрошу. Что? Сергей Пупков говорит, что торговля Сергея занимается иконами. Сергей, вы иконами? Он объясняет, что у меня этого нету даже совсем. Ну, говорит, Сергей сказал, только внимательно. Это ложь. Ну, а зачем вот люди распространяют, тем более, ну ладно, там где-то в интернете пишут. А Сергей-то зачем вот это распространение? Не знаю. Я даже не знал про это. У меня ни с одним попом у меня не было. Я ни одному попу не продал икону ни разу в жизни. Я только даю им иконы. Вот. А попам им и не разрешают с иконописцами вообще. Им доставляют, чтобы они только в Софрино покупали иконы. Да не обращай на это внимания. Сказали, сказали. Я книги не торгую, но 10% торгую. Торгую, это мой труд. Это ваш труд. Почему вам не продать? Вы столько время тратите. Почему? Какая ваша вина в том, что деньги заплатили, цена назначена, не назначена? Назначены, но определенно. У вас иконы, которые не реализованы, столько-то стоит, ничего в этом нет. Иконописцы всегда получали за свой труд. Это житие святых, говорит. Житие святого Агапита, других. Ничего особенно в этом нет. Ну, сказал Сергей, только деловцы. Сказал, да и сказал. Брань на воротнике не виснет. Геннадий Ильич, у вас опыт большой уже. А вот сейчас вот волна. Ну, раньше у меня были, допустим, кто-то там, ну, раз, может, в месяц, два в месяц человека там. Ну, в основном сектанты на меня там это самое. Причем ложь лучше. Вот сегодня Потемин говорит, я удалю там комментарии. Вообще ни одного комментария его не удалил ни разу. Это Сергей Попков, что ли, говорит? Почему? Потемин. Он про Потемина сейчас говорит. А Потемин что говорит? Я вообще говорю, я вообще говорю, люди, люди вот восстали, допустим, сейчас вот многие пишут, вот, ну, наговаривают, я же вижу, что наговаривают люди. У вас вот опыт большой, то, что вот, как бы, люди, ну, обвиняют незаслуженно, может быть. Это от Бога, да? Обвиняют? Сейчас, 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 не совсем правильно. Обвиняют за что? Кого? Незаслуженно, если обвиняют. Ну, только делов-то. Вот, допустим, удаляете, так я для того и поставлю, для того мне такое право здесь дано удалять-то. Это мой дом. Ресурс это ваш ресурс, вы удаляете, ни перед кем не извиняйтесь. Вы хозяин. Вы стойте в полный рост, хотя и лежите. Я хозяин. Вижу, что это не ваше ресурс. Пакосте пишите. Вы его удаляете, и все, запретите приходить. Я что говорю, вы вообще не слышите, Ивна Тихович. Вы отвечаете вообще не на то. Ладно, общинство, я пошел. Подожди, маленько, подожди, не уходи. Еще. Я говорю к тому, что если даже удаляете, вины вашей никакой нету. Вы полноправный, я хозяин. Я вообще не про это спрашиваю. Не про это? А то обвиняют, что он убрал. Я так понял. Я говорю, вот я опытом хочу у вас взять, опыта немного. Вот сейчас волна такая идет, незаслуженно обвиняют. Но я вообще не причастен к этому. Нектар вовле, там много людей. Одна там из ваших этих, я не знаю, она тоже сейчас в Греции живет. Так она на меня вообще написала. Тебя, говорит, скрючит. Если против Аринатии больше выступает, то тебя еще больше парализует, говорит. Безумие. А я только сейчас говорил в ролике, который завтра выйдет, я как раз говорю, поторопитесь, пока Сергей живой-то. Наберитесь опыта у него. Только вот сейчас говорил и в ролике сказал о вас как раз. Пока он живой. Научитесь терпеливо переносить и работать даже в самом безвыходном положении. Да у меня нет вопрос вообще, как к этому относиться, допустим. Ну, раньше у меня как-то возникала волна возмущения, а сейчас ровно. А я сегодня с Александром Андрусенко, с братом, разговариваю. Я говорю, брат, ну а как ровно к этому относиться? А он говорит, ты вот поосторожнее, ровно тоже нельзя относиться как-то к этому. Александра Андрусенко, надо прислушаться. Так, как относиться? Ну, в первую очередь на молитве. Вот я как отношусь? Я их заношу в особый реестр. Это есть такая печаль сатаны, Мария Карелли. И она им додавала противникам своим, голубей кормила, которые голубя обижают. То есть я понял так, за них только усилить молитву. Чем больше нападает, тем сильнее усилий, я не их молюсь. Призываю друзей помолиться. Дальше. Утром в одной молитве я благодарю загонителей. За них отдельно молюсь. Господи, судный день. Не поменим их безумие. Они не знают, что худо творят. Так и написано, говорит. Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Я-то перед Богом в молитве выражаю все. А им, им не ощущаю ничего. Они пришли на то место, которое им не принадлежит, и начинают там хамить. Я их выбрасываю, и на этом конец. Больше они ко мне не зайдут. Зачем? Это мое право данное мне. У меня ограда своя, дом. А он приходит, и мне дохлых кошек там забрасывает. Естественно, что я постараюсь его оградить от него. Я образно говорю. Это моя усадьба. Мой ресурс. И весь сказ. Да, внутри неспокойно. И как относиться? Что за этим? Я стараюсь все эти варианты просчитывать. У меня все время работа идет. И говорят, это один и тот же, вы мне сказали, это Петров там. Это не такой-то где-то. Ну, в студии-то сидит не Петроп, а Дудин из Куратовских, говорит. А не придумают. И они там столько нагородили. Господи, прости им. С человеком все бывает. А почему? И Серахов говорит, не на каждое слово обращай внимание. Ибо за собой тоже знаешь, когда ты говорил не так. Виноват Господи. Прости меня, грешеный. А их благослови. Мы нужны друг другу. Еще. Помоги Господи. Понятно, что к тебе примерять все мерки никак нельзя. Ты вне этого пространства. Ты только кожурой своей лежишь здесь. И поэтому, какие именно градусы тут давать, что тебе переносить, не переносить. Не мне судить, я на ногах хожу. Поэтому ты более ранимый. Тебе труднее заснуть. Все труднее тебе. Ну, ты помнишь, что за тебя молятся многие. За тебя не просто молятся, а пример берут в себя. Тебя любят. Мне-то тогда говорили, вот когда там что-то началось. Говорят, ну, он не трогает только Козлова Сергея. Попробуй, Сергей, скажи Игнатию. Ты знаешь, он как про тебя. Они не знают. Никогда. Даже вот ты сделаешься самым лютым врагом. Я только буду молиться и плакать. Никогда. Ты у меня вне этого реестра. Ты никогда в число врагов у меня не можешь попасть. Не можешь. Мне так люди и говорят, что ты можешь ему поговорить, потому что он тебя вот за твою болезнь не уважает. Люди так и понимают. Они не понимают, что я болею с тобой рядом. И когда ты начинаешь показывать, болеет, у меня все тело сжимается. Я болею буквально. Это Бурденко был такой. Я вот, ты изучал в институте медицинском, какие болезни. Я всеми переболел, говорит. Поэтому, когда заходишь, ждешь ожидания там поликлиники. Сейчас маленькие брошюрки убрали. Есть впечатительные люди. Я именно такой. У меня очень сильно развито воображение. Я прикидываю, как бы я. Вот я сейчас упал с лестницы. Вот шкура прирастает тут это дело. Так я подумал-то. Лежу и шея шевелится, а Сергей не шевелится. Я лежу и о тебе думаю. В снегу утонул и о тебе думаю. Понимаешь, нет? Это пример. Я бы так вот не знаю. Хотя все знают, что у меня терпение есть и все. Но не надо такой градус, как у тебя. Это далеко-далеко то, что я перенес. У меня операции сложные, трудные делали. Я их ни во что ставлю по сравнению с твоими страданиями. Я, знаете, что на это скажу. По-другому просто нельзя. Понимаете, если в этом состоянии начинаешь протестовать, то еще больнее становится. Понимаете? И стараешься себя максимально как бы утешать. Это мне не за слову совершенно. Я лежу смирно, потому что от активности мне еще сложнее будет. Вот как бы так. Тут дело вот какое. Если бы я вот просто один был верующий, верующий на этом конец. Нужны никакой не отпускание. Там это беснуется, как я называю, патриархийное козло, часто причащающееся. Но дело-то другое. На мне слишком много задействовано. Лагерь. А они бьют по лагерю. В одно лето 15, 15 краевых комиссий. И прокуратура сейчас. Я не имею права молчать. Я обязан ответить и защитить лагерь. Они меня представляют таким. А я-то начальник лагеря. Такой, значит, тогда и лагеря нет. Я обязан сказать, я не такой. Я привожу свидетели. И они все были разгромлены. Когда показали по телевидению, там приезжали, ролик составили, коммунисты. Как у меня плохо, то другое. В среди ночи приехал один и ребенка забрал. Забрал. Тут такое издевательство над детьми. Ну, он ребенка-то взял, а идти на разъезд. Он идет, дорога с ним разговаривает. Как вас тут отобьет? Он говорит, нет. Ну, а кормили что голодом? Да, пап, да что тут так кормят? Шоколадное готовят. Ну, а вот грязно. Папа, да каждую неделю в бане мы там паримся. Да говорят, мы шесть раз в день купаемся. На лошадях ездим. Да хоть ничего не было. Он говорит, ничего не было. И он с ребенком вернулся ко мне утром обратно. Возьмите, я поверил, сказано, я говорю, уже назад не возьму. Это внутри тебя есть. В другой раз за лето пока пережуешь что-то. Понятно? А они лгут. Я обязан сказать, это неправда, неправда, неправда. Почему? Потому что я защищаю лагерь. На мне и деревня задействована. Я иду в органы власти, хлопочем на земле. И вдруг показывать я не такой. С кем вы разговариваете в администрации краевой, говорят, вы видите, какой это человек там. Я должен доказать. И когда суд выигран был, теперь все мне руку жмут везде. Ну, наконец-то, теперь видели, теперь их противники посрамлены. Я обязан это делать. На мне слишком много задействовано. Это и ресурсы, и книги, главные книги, главные книги, я заранее говорил. И поэтому я должен показать. Поэтому как бы самозащита идет. Но я обязан, мне право дано и по Библии. Это право дано у меня по канонам, по житиям святым. Даже по Библии, говорят, ты выйдешь, когда скажи Параону, я несправедливо сижу, скажи. И апостол Павел говорит, требуя суда кесаря. И сказал, ну ладно, говорят, и пускай, требуя суда кесаря. Я вышел в суд. У меня есть тема, можно ли верующим обнажаться в гражданский уголовный суд. Я на основании Слова Божьего. Я имею право судиться с епископом по канонам. Если он у меня изъял что-то, ну, отхватил огород там или... А когда вопросы другие, тогда я уже должен на два, на три, на Синод выходить. Я к нему не даю претензии. У меня ежедневное общение тоже со многими людьми. Ну, в принципе, у нас общение с одними и теми же людьми. То есть, которые, они на вас, они и на меня тоже выходят. И те, которые на меня, на вас выходят. Ну, и людям, в общем, людям не нравится то, что вы вот каждый день ведете вот эту войну. Люди просят остановить это все. Не остановить. Почему? Игнатий Бричининов адаптом говорит. Хотя это косвенно. Не пытайся немощной рукой остановить поток. Он просто сметет тебя. Сказать я сказал, а теперь они там в одноклассниках мою голову где-то там отрезают. И там где-то блуд творят. Они прилепляют голову. То есть, всякое безумие, безобразие. Я не видел даже. Мне зачем это скверно нужно? Ни перед чем не останавливаются. Вот я сказал там анафему, ой, он не понял, он дурак там, он такой не понимает. Я все понял. Я сказал анафему, за или против не должно быть. 1 Коринфянам 4,5. Не судите никак преждевремени, доколе не придет. Он не пришел еще. Которая светит скрытое во мраке. И тогда будет похвала. Направо, ни налево не уклонись. Ни канонизации, ни анафемы не должно быть. Направо это канонизация, налево анафема. Независимо от того, кто за или против. Я это сказал, а они поняли, ой, Игнатий иконоборец. Я против икон. Я открываю, у меня 33 иконы в переднем углу только. А в той комнате было от пола до потолка, у меня все в иконах. Они не знают, что сказать. И в храме иконы, и к иконам я подхожу. Но им надо искать. Хотят люди, чтобы вы остановились, чтобы каждый день лучше что-нибудь по учениям, чем вспоминать их постоянно. Одно и то же вспоминаете вы. Они каждый день обновляют, и я подговорю. Я каждый день получаю массу хулителей, письма, и я отвечаю. А кроме того, я отвечаю, там и хорошие есть где, и люди вопросы задают. Вот сегодня сколько я ответил по Писанию. Много мест. Я подробно отвечаю. Иногда ответ на три страницы идет. Но я показываю, как отвечать надо на основании Слова Божьего. Люди пришли не ко мне, к Богу. И поэтому я показываю, что мой Бог говорит им. У меня вот утренние эти ролики, отчет за прошедший день-то, это далеко не полный. Ну и сколько там всего? Больше часа каждый ролик. Я вам говорю, что итог какой. Люди перестают смотреть, а если смотрят, то прокручивают на прокрутке, палец на мышке держат и крутят, потому что одно и то же идет. Нет, одного и то же нигде нет. Это обман. Начало заголовок один и то же, но я в разные вариации его объясняю. Я сегодня и говорил. Почему беру кругом измена трусов и обман? Я показываю со стороны царя, какая вина его, со стороны священников, со стороны мирян. Они слишком узкий взгляд. Они не разбиты эти люди. Зачем мне на них ориентир держать? Я каждый день получаю массу благодарностей. А они сказали, отошли на их ресурсы, идите ищите там, где весело, где хорошо. Я ни за кем не гоняюсь. Я выставляю, люди сами выбирают. Ну ладно, да, это ваш выбор, конечно. Я все сказал, что хотел, в принципе. Все, я укажу тогда, да? Спасибо, Христос, за заботу. Все, с Богом. Следите внимательно, наблюдайте и молитесь, чтобы ни налево, ни оправо не уклониться мне.